Не читал, но осуждаю, смерть мозга НАТО обидела Литву, Болтнюс, Литва. Егор Иванов, болтнюс.лт 13 ноября 2019 года После высказанных президентом Франции Иоаннуэлем Макроном критических замечаний о глубоких противоречиях и внутреннем кризисе в системе управления военно-политическим альянсом литовские политики, похоже, не на шутку разозлились. В адрес президента Франции посыпалась волна обвинений. Еще два года назад они с воодушевлением говорили о победе Макрона на президентских выборах во Франции, радовались поражению лидера национального фронта, сейчас носит название национальное объединение, примечание. Болтнюс, Марин Лепен, смело заявляли, что эта победа является поражением Кремля в Европе и что Макрон не даст спуску России. Сегодня все эти ораторы резко сменили риторику. Теперь проконсервативный стеблишмен смело заявляет, что, мол, еще в 2017-м было понятно, что Макрон – паршивая овца в стадии агента Владимира Путина, открывший, наконец, свое подлинное лицо. С одной стороны, подобная реакция может показаться забавной, но с другой, она сигнализирует о глубоких проблемах литовской политической системы как таковой. В Литве по капле утекает такое понятие, как плюрализм, поскольку действующий стеблишмент отказывается воспринимать в свой адрес критику и нервно реагирует на все, что не стыкается с его пониманием о том, что есть нормально и правильно. Еще более странным кажется то, что во все подобные истории вовлекается Россия. Любую критику внутренней системы, будь она литовская, внутриевропейская или внутринатовская, и тех, кто ее высказывает, сразу старается осудить и найти в ней выгоду Кремля. О том, что в стране сформировалась своеобразная монополия на единственно правильное мнение, в последнее время говорит, например, бывший глава МИД Литовской Республики, профессор Павел Асгилес. Однако суть все же не в этом. Давайте попытаемся понять, что такого страшного наговорил президент Франции, что вызвал гнев и обвинения со стороны литовских политиков. Ведь он просто выразил мнение, будучи лидером одной из ведущих стран, членов НАТО. Не стоит ворвать цитаты из контекста. Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон в интервью от 7 ноября 2019 года британскому журналу The Chonomis сказал следующее. То, что мы переживаем в настоящий момент, это смерть мозга НАТО. Об этом он высказался в первую очередь в контексте Турции, которая провела военную операцию в Сирии, не согласовав свои действия с партнерами по Альянсу. Турецкое руководство просто поставило союзников перед фактом. Последнее, включая США, подвергли Реджепа и Эрдогана жесткой критике. Франция и Германия приостановили поставки оружия, но на этом пока все и завершилось. В связи с этим французский лидер справедливо обратил внимание на то, что в Альянсе нет никакой согласованности и каждый, по сути, волен делать все, что захочет. Следовательно, Евросоюзу и Европе, в классическом ее понимании, необходимо подумать о собственной обороноспособности, возможном создании новой структуры управления военными силами, которая будет более скоординированной и эффективной, чем НАТО в нынешнем виде. Какая же реакция на позицию французского президента была в Литве? Очевидно, что местные политики даже не попытались понять логику президента Пятой Республики и вряд ли детально ознакомились с его интервью. Они просто болезненно и недальновидно отреагировали на вырванные из контекста слова о смерти мозга, хотя мысль Макрона была куда более глубокой. Что представители власти не читают документы, это плохо. Что все спорные и сложные моменты, требующие обсуждения, широкой дискуссии и рефлексии, стремятся увязаться России, по умолчанию представляя действующее российское руководство как абсолютное зло, тоже странное, хотя уже и привычная риторика. Президент Франции Эммануэль Макрон говорит о дружбе со злом, с путинским Кремлем. Мы же говорим, что с режимом дружить нельзя, дружить нужно с другой Россией и верить, что она может быть другой. Она может быть свободной. Разрушился СССР, разрушится и путинская Россия, оставила комментарий на своей странице в Фейсбуке бывший министр обороны, ныне депутат Европарламента расы Укневичени. Похожим образом высказался и президент Литвы Гитана Снауседа, подвергнув высказывания Макрона критики. По моему мнению, НАТО остается важнейшим инструментом нашей защиты от внешних угроз, и мы ни у кого не должны создавать даже малейших сомнений в том, что так будет и в будущем, что не будут создаваться искусственные институты, целью которых было бы конкурировать с НАТО или заменить НАТО. Это совершенно неприемлемо с моей точки зрения, сказал президент литовским журналистам, находясь в Ватикане, хотя его французский коллега неоднократно заявлял, что строительство единой европейской обороны он видит и хочет реализовать в сотрудничестве с НАТО. Границы России нигде не заканчиваются. Шутку Владимира Путина про границы России нигде не заканчиваются, похоже, прочно взяли на вооружение литовские консерваторы, которые рекламируют российское руководство и стены древнего Кремля больше всех российских СМИ вместе взятых. Иногда складывается ощущение, что они видят российский след всегда, когда речь идет об ином мнении. Кремль уже радуется словам Макрона, что НАТО поразило смерть мозга. Но, должно быть, еще больше этому последовательно формируемому грант-нарративу Макрона радуются те, кто считает, что Евросоюз должен договориться с путинской Россией относительно безопасности на европейском континенте, и обязан прислушаться к беспокойству Путина по поводу приближения ЕС и НАТО к границам России, так написал бывший премьер-консерватор, ныне депутат Европарламента Андрюс Кубелюс. Суровая правда несмотря на это, нашлись и те, кто приветствовал позицию Макрона. Так, в поддержку президента Франции высказался подписан такт о независимости Зигмас Вайшвила, экс-директор Департамента государственной безопасности Литвы. Сегодня он находится в опале с зарезкой критики в адрес того самого проконсервативного истеблишмента. Президент Франции, стремящийся к лидерству в Европе, как никто другой из руководителей больших стран, высказал простую, но очевидную правду о действительности. Напомню, что Франция уже выходила из НАТО из-за разногласий с США. Поэтому ничего удивительного не произошло. Все, логично. А для властей Литвы это словно провалится под землю, не зная, кому служить больше. Без обиняков пишет он на своей странице в Фейсбуке. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...